приветствую друзья мы сегодня продолжаем готовиться к экзамену по информатике открываем информатику и ищем информационные коммуникационные технологии мы с вами сегодня наберем текст то есть мы пойдем работать в текстовом редакторе на первой странице данное задание мы с вами делали электронные таблицы пропускали вот на первой странице у нас с вами необходимо создать текстовом редакторе документы написать ним следующий текст точно воспроизведя все оформление текста имеющиеся в образце мы не будем пока читать какие должны быть ограничения в тексте сколько шрифт какой шрифт и так далее мы посмотрим пока на сам текст я его скопирую чтобы туда-сюда не листать у нас будет с вами перед глазами то есть что мы сейчас делаем мы открываем текстовый редактор я вставлю картинку для того чтобы не было удобно работать и начнем печатать ничего пока мы не выбираем никаких там жирных начертаний курсивов и так далее мы пока просто печатаем текст у нас с вами черничное варенье пятиминутка единственное что мы видим все все буквы у нас заглавные если вы забыли как набирать заглавные буквы той тоже мы можем просто текст пока напечатать но для этого у нас есть кнопочка вот здесь вот да которая нас делает заглавные буквы вот все прописные заглавные это все прописные то есть мы можем выбрать все строчные все прописные начинать с прописных изменить регистр и так далее а я в данном случае просто пока печатаю используя caps lock черничное варенье пятиминутка черничное варенье пятиминутка дальше нам необходимо вставить таблицу таблицу у нас посмотрите состоит из двух столбцов и три строки чтобы вставить таблицу мы выбираем ставка таблица и выбираем нам необходимо 2 2 столбца и три строки значит у нас с вами ингредиенты чтобы двигаться от ячейки к ячейке в таблице мы можем использовать клавишу табулирования ну или просто щелкать мышкой количество дальше ягод черники 300 грамм сахар 300 грамм все таблицу мы заполнили ну а теперь мы печатаем просто вести ягоды хорошо промойте под проточной водой оставьте на 5 10 минут и так далее то есть пока не отвлекаемся до новых встреч так что мы с вами сделали мы с вами пока просто набрали текст единственное что тут нюанс когда мы набираем дефис и тире в чем разница дефис дефис у нас стоит таких словах как кое когда когда-нибудь и так далее а есть еще тире вот тире чтобы набирать нам необходимо нажать клавишу control левую и на малой цифровой клавиатуре нажать минус и у нас получается тире смотрите в чем разница вот это так выглядит тире а если я нажму просто дефис он будет маленьким поэтому в есть различие и точно также 1 и 2 часа нам тоже необходимо тире еще раз левый контур нажимаем и на малой цифровой клавиатуре мы нажимаем минус у нас получается тире значит что необходимо запомнить при наборе текста у нас никогда не ставится пробел перед знаком пропит припинания пробел всегда ставится после знака припинания то есть посмотрите проточной водой ставим сначала точку потом пробел где 5-10 минут ставим сначала запятую потом пробел как у вас все это будет проверяться то есть есть здесь посмотрите кнопочку называется отобразить все знаки а и здесь присутствуют один пробел одна точечка посмотрите возле тех как раз слов где у нас есть пропуск везде один пробел то есть если я случайно нажимаю несколько пробелов у меня получается три точки нам необходим один пробел и в данном случае у нас только был один enter то есть вот здесь вот первый enter где я после варенье 5 минутка нажала enter да вот посмотрите если я несколько раз делаю все enter у меня выскакивают вот в таком вот виде и соответственно вот он последний enter когда мы перешли к следующему абзацу то есть всегда у вас могут увидеть лишние пробелы лишние пробелы это значит минус баллы аккуратно набираем текст ничего здесь сложного нету просто перепечатать между словами один пропуск пробел мы ставим только после знака припинания значит текст мы набрали теперь смотрим что у нас по заданию нам необходимо смотрите создать текстом редакторы документ создали напишите в нем следующий текст написали точно воспроизведя все оформление текста имеющийся в образце что это значит это значит что нам необходимо будет с вами сделать жирное начертание подчеркнуто вот в данном случае нам необходимы курсивы а здесь у нас будет подчеркивание и вот в последнем абзаец у нас тоже есть курсив ну и вот черника у нас курсив и жирное начертание можно сделать это сейчас можно сделать это в самом конце то есть сначала можно посмотреть что нам необходимо сделать данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания значит мы возвращаемся наш с вами текст и выделяем его весь нам необходимо сделать начертание 14 пунктов где выбирается размер шрифта размер шрифта выбирается на вкладке главное где у нас тип шрифта вот здесь вот нам нужно 14 начертание выбираем 14 начертание ну давайте сразу мы отредактируем все как есть чтобы потом убрать вот эту эту картинку который я вставила значит нам необходимо черничной печи варенье пятиминутка сделать жирным начертанием и из подчеркивания дальше ингредиенты и количество у нас курсив ягоды черники сахар 300 грамм ничего не делаем дальше ягоды хорошо промойте оставьте на переложите чернику черника у нас получается жирное начертание и курсив засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 12 часа подчеркивание на 12 часа подчеркивания то есть вот само задание чего сложного в нем нету нужно просто быть внимательным и повторить все что в точности у нас напечатано никакой самодеятельности вот как сказано как вы видите то же самое делаете и так помешивая дальше у нас деревянная ложка должно быть подчеркивание и что мы еще видим последнем обзайте при приготовлении этого десерта важно использовать ингредиенты в указанном количестве значит важно со слова важно и до конца у нас должен быть курсив проверяем чиричное варенье пятиминутка жирное с подчеркиванием ингредиенты и количество курсив и еще они должны быть обязательно жирные потому что тут видно что они жирные черника есть выделили жирные курсив 1-2 часа подчеркивание деревянная ложка подчеркивание последним обзайте у нас с вами курсив подальше давайте смотреть что нам необходимо сделать дальше данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов мы набрали отступ первой строки первого и второго абзаца основного текста один сантиметр значит нам необходимо поставить курсор перед словом ягоды посмотрите на вкладке главное у нас есть вот такое кошечка абзац и вот здесь внизу мы нажимаем на кнопочку параметры абзаца нам необходим отступ первой строки один сантиметр отступ слева один сантиметр то же самое нам необходимо сделать и у второго абзаца отступ второго абзаца основного текста один сантиметр точно так же выбираем слева один сантиметр нам необходим отступ первой строки поэтому мы возвращаемся на каждый абзац и оставляем только первую строку вот здесь вот мы берем с вами бегунок посмотрите по линеечке бегает бегунок мы его возвращаем обратно и делаем то же самое со вторым то есть верхний треугольничек у нас это отступ первой строки мы можем двигать им как удобно не обязательно нажимать на вкладку абзац это совсем не обязательно можно это сделать вручную нижний бегунок позволяет нам остальные строки регулировать и так проверяем что мы сделали 14 пунктов сделали начертания первую строку 1 2 абзаца сделали по одному сантиметру расстояние между строками текста не менее высоты одинарного но не более полуторного между строчного интервала значит что у нас получается на чем мы выбираем текст и выбираем полтора пункта это мы выбрали расстояние между строками текста можно одинарным было оставить нам главное не более полуторного потому что там есть двойной есть множитель так далее основной текст выровнен по ширине значит выравнивание по ширине все еще в абзаце мы выбираем кнопочку выровнять по ширине а выровняли что значит выровнять по ширине это значит слева и справа у нас с вами ровные линии если мы провели с вами линии у нас левая и правая тут как раз по ровной линии значит что дальше а заголовок текст в ячейках 2 столбца таблицы по центру давайте начнем заголовка заголовок должен быть по центру нам нужно выровнять его по центру дальше заголовок сделали текст в ячейках 2 столбца таблицы текст в ячейках 2 столбца таблицы по центру текст в ячейках первого столбца таблицы кроме заголовка выровнен по левому краю что с заголовками в основном тексте таблицы есть слова выделены полужирным шрифтом курсивом или подчеркиванием ширина таблицы меньше ширины основного текста как нам изменить ширину таблицы смотрите мы подводим курсор к ячейки да и появляется вот такая двойная стрелочка которую мы можем просто передвигать давайте передвинем либо двойным щелчком у нас автоматически становится собирается вместе ячейка так меня интересует что у нас шапкой таблицы про шапку таблицы здесь что-нибудь сказано так при заголовок центре таблицы я ничего не увидела давайте предположим что здесь у нас будет она в центре я бы единственное что здесь не ничего не усказан не сказано по поводу начертания шрифта но по крайней мере видно что он набран times new roman поэтому выбираем начертание шрифта times new roman что у нас с вами дальше ширина таблиц меньше ширины основного текста это мы сделали таблица выровнена на странице по центру горизонтали то есть мы выделяем сейчас таблицу выбираем свойства таблицы как мы это делаем то есть смотрите мы выделили таблицу здесь появился такой квадратик с двойной стрелочкой правой кнопкой нажимаем вызываем контекстное меню и в контекстном меню у нас есть свойства таблицы и нам необходимо выровнять по центру значит мы выбираем по центру и нажимаем ok и у нас таблица становится автоматически по центру ничего с ним больше не делаем никуда не перетаскиваем не вручную ничего старайтесь никаких вообще пробелов лишних здесь не печатать некоторые ребята вместо того чтобы как я показывала сделать абзац до 1 сантиметр отпечатывают здесь пробелы но если мы нажмем с вами непечатаемые символы смотрите если бы я напечатала здесь пробелы давайте вот таким вот образом автоматически как бы я решила схитрить думала что но визуально это же все видно и напечатала пробелы мы это убираем вроде бы как не видно что да тут пробелами все подвинуто но на самом деле здесь стоят пробелы и это будет ошибка поэтому мы убираем лишние пробелы отмеряем абзац на один сантиметр и вот таким образом у нас с вами получается так что у нас еще с вами давайте еще раз проверим пробежимся по тексту данный текст 14 пунктов есть отступ первой строки 1 2 абзаца по сантиметру есть расстояние между строками текста не менее высоты одинарного наиболее полуторного это мы сделали основной текст выровнен по ширине выровняли заголовок и текст ячейках 2 столбца таблица по центру текст ячейках 1 столба таблицы кроме заголовка выровнен по левому краю в основном тексте таблицы и слова выделены полужирным шрифтом курсивом или подчеркиванием ширина таблиц меньше ширины основного текста таблица выровнена на странице по центру горизонтали при этом допустимо чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере поскольку ширина текста зависит от размеров страницы полей в этом случае разбиение текста настройки должно соответствовать стандартной ширине абзаца то есть все что нам попросили в данном задании мы все сделали я убираю сейчас непечатные символы удаляю если вы заметили насколько лишних клавиш вот это мы нажали я удаляю все клавиши delete конец абзаца у нас с вами есть конец абзаца у нас с вами есть убираем непечатные символы и вот такой текст у нас с вами есть данное задание предполагает 2 липо мы делаем она одно но в двух вариантах либо мы выбираем и составляем презентацию например вот здесь посмотрите мы составляем презентацию до липо мы набираем текст что-то одно не нужно делать 2 это задание на выбор заданием под под номером 12 содержит себе два подзадания одно презентация другая набор текста тут вы выбираете кому что больше нравится кто-то будет из презентации возиться кто-то будет текст печатать это уже на выбор но единственное что мы с вами еще не сделали интервал между заголовком текста вот это последнюю не сделали задание интервал между заголовком текста и таблицей текстом и таблицей не менее 12 пунктов но не более двадцати четырех пунктов давайте пойдемте проверим что это значит смотрите у нас мир моргает сейчас с вами текстовый курсор на заголовке вот между заголовка и таблицей должен быть интервал не менее 12 но не более двадцати четырех пунктов выбираем интервал другие варианты межстрочных интервалов можно как так вариант выбрать либо вот здесь вот на маленький квадратик со стрелкой нажимаем это одно и то же теперь посмотрите нам нужен интервал после почему после потому что у нас стоял курсор с вами на заголовке значит нам нужно расширить заголовок и таблицу соответственно после заголовка у нас должен быть интервал 12 пунктов значит мы выбираем здесь 12 пунктов можно 18 можно 24 но не больше то есть у нас с вами от 12 до 24 давайте выберем 18 среднее значит нажимаем кок и у нас видите немножечко появился отступ теперь нам нужно то же самое сделать между таблицей и основным текстом поэтому я оставлю где-то на первую строчку курсор текста вы видите у меня здесь маркает точно также выбираем абзац только теперь интервал должен быть перед потому что перед этим абзацем мы делаем с вами те же самые 18 пунктов значит после мы убираем 0 оставляем а вот перед нас идет с вами 18 пунктов и тоже ок посмотрите у нас автоматически стал здесь интервал 18 пунктов то есть все начертание мы с вами проверили черничное варенье пятиминутка курсор все есть все мы набрали все задания по тексту мы сделали но единственное что нам теперь нужно текст сохранить файл имя которого вам сообщат организаторы файл ответа необходимо сохранить в одном из следующих форматов то есть вам организаторы должны сообщить в каком файле мы сохраняем текст ну что например мы выбираем файл сохранить как и выбираем где мы сохраняем этот файл до например обзор нам говорят что мы сохраняем допустим на рабочем столе какой-то своей папки да и с тем именем который нас просят нет не там петров вася да или еще что там что-то в этом виде мы сохраняем так как нас попросил организатор быстрее всего это будет ваш идентификационный номер то есть вот таким образом мы с вами набрали текст за который мы получаем свои баллы и их не много и не мало целых два ну а на сегодня я с вами прощаюсь давайте готовиться к экзамену вместе мы научились вами набирать текст до новых встреч пока пока